Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. И сегодня я вам покажу свои покупочки с Алиэкспресса. Я буду немножко собрушать, потому что хочу вам показать свои покупки мулине. Я заказывала мулине. Это, по-моему, мулине называется якорь. С Алиэкспресса я брала самое максимальное количество мулине, но я вам не советую брать самое максимальное, потому что мне пришло вот таких вот три упаковки, и они были практически одинаковые. Здесь по три пасмочки каждого цвета. Я уже просто разложила их по цветам, здесь уже что-то перепуталось, но приблизительно ориентироваться, где что у меня лежит. Вот. Значит, получилось у меня, что каждой пасмы практически по одному цвету. Ой, по... Да, один цвет по три пасмы. Вот так вот. Значит, поэтому я ссылочку вам оставлю, в каком магазине я покупала, но я вам советую, если вы хотите взять мулине, и вы так активно не вяжете миниатюру, либо вы там просто вышиваете, то я думаю, что одной упаковки такой вам будет просто за глаза. Я, как всегда, максималист. Мне хочется покупать очень много, сразу все брать, все в свои руки. Вот. Поэтому я брала максимальное количество. Здесь 450 пасм. Вернее, здесь 449. Я, если честно, не пересчитывала. Из одной пасмы я уже вязала. Значит, что я могу сказать по поводу этого мулине? Кстати, я вязала шапочку для микрокуколки, микрофеечки, и вязала микрощеночка. Ставлю вам фотографию. Значит, в принципе, в работе ничего сложного нет. Что я заметила, что мне не очень понравилось, это то, что в отличие от нашего... Я считаю, что это нашего российского мулине, так как мы на русском все говорим. В общем, в отличие от российского мулине, вот это вот китайское мулине, оно очень сильно раскручивается ниточка, она слабо скручена, и она намного мягче. То есть, здесь, скорее всего, не стопроцентный хлопок, здесь, скорее всего, есть или вискоза, или полиэстер, но, скорее всего, я склоняюсь к вискозе, потому что есть какой-то такой, знаете, блеск, такой как шелковистый он, вот ниточка такая более шелковистая, более нежная. Поэтому я больше склоняюсь, что здесь вискоза и хлопок. Вот, значит, ниточек очень много, очень разных цветов. Я когда разбирала их по цветам, я просто, о, это же классная будет красная панда, а это я хочу мышку связать, а это зайчика, а эти медвежата какие будут просто замечательные, а вот это вот на куалу. И, в общем, я просто сидела, и у меня хочу и это, и то, и сё связать. Цветов очень много, цвета очень красивые, и, в принципе, я не жалею, что купила эти ниточки. Все ссылочки на всё, что я сегодня буду показывать, я вам оставлю в инфобоксе, поэтому проходите, смотрите, если вас это заинтересует. Значит, что я покажу следующее? Переходим. Итак, я убрала мулине, потому что оно шуршит. Следующее, что я купила, это были вакуумные пакеты. Значит, вы сейчас видите вакуумный пакет, сложенный наполовину. Вот так вот. Единственное, что я сейчас пока что его не испробовала. Я обязательно его испробую и покажу вам, какой результат до и какой после. Ну что, сравним до вакуума. В общем, я сюда засунула весь свой милк. Пыталась сложить это всё аккуратно, но не очень получилось. Хотела всё в один ряд, вот так вот. Но пока засовывала тут, застёгивала вот эти вот штуки. Перекулился у меня здесь. В общем, сейчас пойду выплесушу здесь воздух и покажу, что получится. Сейчас это на уровне высоты. самого моточка. Сейчас пойду пробовать, работают вообще эти пакеты с пылесосом или нет. Как же круто! Посмотрите, что у меня получилось! Посмотрите, какой он тоненький! Посмотрите! Он такой плотненький. Я ещё по нему походила коленками, чтобы выдавить воздух. Единственное, о чём я боюсь, что вот такая вот фактурная пряжа, возможно, что-то с ней станет. Она как-то примнётся, что ли. Или ещё что-нибудь. Но я думаю, что расчёска справится с этим хорошо. Посмотрите, она прекрасно стоит, прекрасно держит форму. Занимает очень мало места. Здесь никто не заведётся. Никакая моль, она не отсыреет, потому что всё плотненько, всё идеальненько, всё прекрасно. О, это просто потрясающе! Ох, я в восторге! Ну, вроде же, пуховики так убирают, да, вакуумные пакеты, и потом на зиму оставляют. И когда потом их достают, с ними всё хорошо. Вот, я надеюсь, что с пряжей будет тоже всё хорошо. Если вы вдруг пользовались такими вакуумными пакетами, пожалуйста, расскажите, что и как у вас было. Действительно ли был какой-то негативный эффект после того, как вы доставали пряжу с вакуумных пакетов. Пакеты эти оказались достаточно прочными. Я боялась, что он такой хлипенький. Пылесос на славу просто высосал этот весь воздух. То есть, не надо мне никакой насос. Просто берёте пылесос, высасываете. Да, вакуумные пакеты стоят дорого достаточно, потому что один пакетик, по-моему, стоит в районе одного доллара. Там цена колеблется. В зависимости от размеров этих пакетов, если это на кухню какие-то, то это где-то 30 центов. Если это на большие вещи, то это может быть около двух долларов. Но я сейчас понимаю, что да, мне нужны такие вакуумные пакеты. Я эти пакеты хочу уместить на балконе. И я просто в восторге, потому что здесь действительно не появится никакая пыль. Ничего здесь не будет с пряжей естся. Хотя это синтетика. Здесь бы точно ничего не появилось. Но все равно это потрясающе. Она такая тоненькая стала. Классно. В общем, если я вас вдохновила, то, пожалуйста, можете тоже себе заказывать с Алиэкспресса. Если же у вас был негативный опыт, обязательно напишите мне в комментарии. Я буду вам очень-очень сильно благодарна. Значит, что у нас здесь? Тут мы укладываем, что нам необходимо положить. Я буду складывать сюда пряжу. И потом закрываем здесь наш пакетик. Открываем вот эту вот штучку. И вообще здесь должен быть специальный насос. Но вроде как я видела в отзывах, что использовали обычный пылесос. И я надеюсь, что у меня все получится. Иначе эти пакеты будут лежать и ждать, когда я куплю вот этот вот вакуумный насос. В общем, мне пришло, по-моему, то ли 20, а может быть 16 пакетов. Я не помню, сколько там в лоте было. Или 8, или 10. Вот я брала двойной комплект. Вот. И вот такие вот пакеты. Конечно, по качеству они такие... Я пока что не поняла, хорошие они или нет. Ну, опять же, наверное, я к выходу этого видео я постараюсь хотя бы один пакет испробовать. Положить сюда пряжу. Использовать пылесос. Если у меня все получится, то вы уже, скорее всего, видели фотографии, что было до и что стало после. Стоит такие пакеты покупать или нет. Так, следующее, что я вам покажу. Мне пришли фрезы. Еще одни. Это для кукол. Ну, не то, что для кукол. Вообще, куклами я решила больше не заниматься. Со временем я доделаю то, что у меня есть. Но больше я все-таки покупать куклы не буду. Вот. И... Ну, это пока что я говорю, что не буду. Но мало ли. Во всяком случае, когда я собиралась заниматься куклами, я купила себе еще одни фрезы. Эти вот были предыдущие. И вроде как они одинаковые, но на самом деле они разные. В этих фрезах появились в новые то, что у меня пришли. У меня здесь появились желтые фрезы. Вот. И они, конечно, по головкам отличаются. Но в любом случае, если я не буду заниматься куклами и не смогу вязать, то я смогу заниматься ногтями. Так. Следующее, что я купила. Покажу вам уже в коробочке, потому что я это все высыпала сюда. Вот столько у меня тут целый муравейничек глазок маленьких для игрушек, для микроигрушек. Значит, они, как видите, все разных размеров. Они считаются 2 мм. Но при этом здесь есть глазки, которые буквально 1 мм. Есть, которые практически 3 мм. Такой разброс. И нужно обязательно подбирать пары друг к другу. Вот, например, смотрите, вот этот глазик. Это явно... Ой, простите меня за ногти. Значит, вот это вот явно буквально тут 1 мм. Может быть, 1 и 2 мм. То есть совсем маленький. Есть вот такие вот здоровые. А вот даже очень большой глазик. Вот, поэтому глазки разные. Их нужно подбирать. Поэтому я покупаю их много. Для того, чтобы у меня был выбор найти пару. Вот. Подобрать глазки правильно. Тоже оставлю вам ссылочку. Эти глазки я использую для микроигрушек. Из микроигрушек у меня есть незаконченная игрушка еще с февраля. Это вот такой вот котик. Вот так вот эти глазки выглядят. Вот ставлю я их на клей. Клей-момент гель. Покажу вам. На вот такой вот приклеиваю ножку. И хорошенько зажимаю. Следующее, что мне пришло. Конечно, у меня этих упаковок еще достаточно. Но так как с Китая идет очень долго. Посылка может потеряться. Посылка может не прийти. Поэтому я решила не ждать, когда у меня останется там совсем чуть-чуть этих коробочек для микроигрушек. Эти коробочки мне все-таки больше нравятся. Я сейчас хочу распрощаться с теми коробочками, которые я раньше покупала. Из более хорошего пластика. Но эти коробочки более функциональны. Они вот здесь вот с таким сердечком. И они такие классненькие. В общем, заказала я снова себе 100 штук. Там у меня осталось с прошлой покупки наверное штук еще 30-40. То есть я где-то половину использовала. И те коробочки я покупала года два назад. Да? Или нет, не года два назад. Я год назад, наверное, покупала. Да? Наверное, да. Наверное, год назад покупала. И вот за год я использовала где-то 50 игрушек, связала микро. Может быть. А может быть там у меня и больше лежит. Так. Так, следующее, что я вам покажу, это не эти прекрасные книги. Я вам покажу то, что мне подарила мама на 8 марта. Один из подарочков. Значит, это вот такая вот сумочка для путешествия. Я говорю, мама, я же никуда не путешествую. Мне эта сумочка... В общем, я пока что думаю, что с ней делать. Возможно, у вас появятся какие-то мысли. Вы подскажете мне. Я думала, может сюда крючки складывать. Но она достаточно такая мягкая. Может быть, с собой брать какие-то ниточки. Да? Вот положить сюда немножко холофайбера. Здесь коробочку положить с крючками, иголочками, клеем, глазками. Что мне нужно еще? Круглогубцы мои, которые... Комбинированный инструмент вместе с кусачками, с плоскогубцами. Ну, в общем, и брать с собой в таком виде в дорогу. Либо еще это можно подвесить куда-то. Возможно, я... Так как делали мы сейчас ремонт на балконе, и часть вещей моих будет переезжать на балкон, храниться. Может быть, я сюда что-то придумаю, чтобы здесь что-то хранилось. Не знаю пока что, что сюда придумать. Вот. Возможно, у вас появятся какие-то идеи, и вы подскажете. Потому что для косметики... Ну, у меня столько косметики нет. Декоративной косметикой я не пользуюсь. Для лица я пользуюсь только умывалкой. И все. Вот. Для тела только шампунь, гель для душа. Вот тело я люблю мазать всякими муссами. Это да. Зубная паста. Ну, здесь многовато размеров. Многовато отделений, многовато места. В общем, пока не знаю, что с этим делать. Так. Это были не китайские покупки. Но из китайского что я вам еще покажу. Значит, мне пришли вот такие две коробочки. Эти две коробочки я покупала себе в качестве подарка на 8 марта. Давайте мы сначала одну откроем, покажем. Если вы такое брали, то мне было бы очень интересно посмотреть, что у вас в итоге получилось. Я пока что не собираюсь этим заниматься. У меня нет на это времени. Но иметь такое в своей коллекции мне очень-очень сильно хотелось. Это вот такой вот миниатюрный домик. Посмотрите, сколько здесь всякой мелочи. Это все собирается вручную. Вырезается, клеится. Не знаю, тут пришивается, не пришивается. Наверное, клеится. Такой вот здесь котик. Качели. В общем, это настолько все мило. Все так классно. Вот здесь вот детали, ткани, наполнитель. Вот эта вот зелень, которая идет. И сам домик по размерам получается... Здесь вот приклеивается, не важно какой стороной, да. Так, окошко повыше. Нет, должна быть еще одна стенка, мне кажется. Давайте посмотрим на фотографию. Значит, окошко вот здесь вот. Тут дырочка под светильник. Так, чтобы вам видеть. А здесь вот кругленькое. Это для чего? Даже не знаю, это вот в какую сторону. В общем, это будет вот так вот. То есть он совсем небольшой по размерам. Его я собираюсь использовать для фотографий, конечно же, сюда игрушечки свои садить. Значит, тут есть инструкция, наверное, по выкройкам. Да, вот тут по-английски написано, на софа ситтинг. Что это за тапочки тут? А вот тапочки есть, смотрите. Простите. Вот тапочки. Выкройка на тапочке есть. В общем, здесь вот, видите, есть выкройки. Один к одному выкройкам. Значит, потом вот такое вот. Это идет обои. Книжечки или что это такое? Да, наверное, как книжечки или открыточки. Еще одни обои. Газета. На второй стороне ничего нет. Пол. И вот это вот типа книжки, я так понимаю. Это книжки сделаны. Это типа книжки собирать внутрь. Вот идет книжка. А это все внутрь собрать. Это тоже книжка внутрь собрать. Значит, здесь будет раз, два, три, четыре, пять книжек. Так, вот это вот что такое, я не понимаю. В общем, я буду с этим всем разбираться. Когда я это доберусь сделать, я обязательно вам все расскажу, покажу, что у меня в итоге получилось. Смотрите, здесь еще подключается свет. Горит лампочка и горит на столе светильник. Показано, как это сделать. Написано все на английском языке. И идет непосредственно сама инструкция, я так понимаю, на английском языке, не на китайском. В принципе, по картинкам все понятно, что и как здесь собирать. Подписано, где какая часть, АБЦ и так далее. А, это будет на светильник. А, нет. Вот тут ведерки, это на ведерки наклеиваться будет. Там такой полукругом. Ой, я просто в восторге, посмотрите. Это, как его? Ну, в общем, вы поняли. Забыла, как называется. Ну, прелесть, прелесть. Посмотрите, как здесь все классно. Здесь идет провода, а здесь их не видно. А вот есть тут написано, что даст кавер. Это от пыли, защита от пыли. Но вот я не вижу. Она не пришла. Хотя я выбирала, чтобы была защита от пыли. Очень жаль, конечно, что ее нет. Что ее нет. Ну, ничего страшного. Я что-нибудь придумаю. Можно купить в строительном магазине прозрачный, как это называется, оргстекло, по-моему, тоненькое. И вырезать по размеру. Она достаточно легко режется. Вырезать и сделать такой колпачок, чтобы пыль не собиралась в этом домике. Это был первый домик. Так, второй домик. Почему я заказывала два домика? Они были на скидках. Причем скидки такие вообще... Если честно, один домик мне обошелся то ли в 8 долларов, то ли в 7 долларов, если я не ошибаюсь. Были скидки. И я прям, если до этого... Я смотрела домики, они там стоили по 25-30 долларов, некоторые 40 долларов. Есть такие, которые по такой цене приблизительно и остались. Но они большие достаточно домики. Этот маленький. И цена была смешная. Значит, второй домик. Это вот такая вот гостиная. Я не выбирала там, где есть кухня, где есть спальня. Мне хотелось такой интерьер, где я смогу посадить свою маленькую игрушку, и она будет здесь хорошо вписываться. Вот так. И здесь, значит, вот такой вот. Тоже свет светится вот здесь вот. И на комодике. Тоже идет инструкция, как собирать. Сами для сборки все. Вот. Подключать розетки. Что-то тут сыпется непонятное. Что-то непонятное сыпется тут. Видите, вот это вот семена. Я не понимаю, куда они нужны. Ладно, потом будем с этим разбираться. Так, здесь, смотрите, одна стеночка идет. Вот такая вот пол. Это домик чуть меньше получается по размеру. И вот так вот он собирается. Значит, как здесь будет чувствовать себя мини-блайз? Ну, ничего так. В принципе, сойдет. Практически получается по ее росту. Она смотрит в окошко, допустим. Ну, в принципе, сойдет. Можно использовать это еще для фотографий. Вот мини-блайз. Что у нас тут еще есть? Давайте посмотрим. Здесь опять же идут обои, пол, книжечки какие-то. Кстати, такие наборы можно покупать для детей. Если вот ребенку, допустим, от 10 и старше, я думаю, что девочкам очень интересно будет собирать такие наборы. Я еще заказала себе другие наборы. Тоже скидки были в честь 8 марта. И я заказала себе, смотрите, а тут такие книжки сделаны. Все написано на английском языке. Это очень здорово, потому что китайский Google как-то переводит не очень хорошо. Об этом я чуть позже скажу. Очень мне нравится. Она такая не прорисованная, а вырезанная. То есть она фактурная эта штучка. А вот эта дырка, наверное, для того, чтобы проводить проводку. Или что вот это вот такое? Непонятно. Тут еще сверху наклеиваются какие-то палочки. Будет полочка. Очень классная штука. Если вы задумывались, надо ли вам покупать такое, я считаю, что если у вас мысль возникла купить и сделать домик, то стоит это. Стоит купить и сделать. Вот я обязательно когда-нибудь сделаю эти домики. Здесь тоже должен быть вот такой вот защитный чехол. Но, опять же, его нет почему-то. Ну, ничего страшного. Я сделаю из оргстекла. И у меня будут потом такие два домика. Ну, и последнее, что я вам расскажу. По-моему, больше никаких... А, нет, не последнее. Я еще покажу вам лампы. Мне пришла лампа, которую я долго ждала. Я вам покажу свою старую лампу кольцевую и покажу новую, которая мне пришла. Вот. Она очень классная. Мне она очень нравится. Я ее только вчера получила. Но об этом чуть попозже. Сейчас я вам хочу показать книги. Эти две книги от японской мастерицы, которая вяжет вот такие вот брошки. Вот такие вот изделия. Это и сережки, и подвески она делает. И очень потрясающая у нее техника. Очень красиво это все смотрится. Здесь комбинируется, например, здесь вышивка. И вот эти вот цветочки. Здесь в основном просто вывязаны. Но как она делает сами цветы, я вам полистаю там, где представлены работы, которые она потом объясняет, как это вязать. Конечно же, всю книгу я вам показывать не буду, потому что это нарушение авторских прав. Я только покажу там, где сами изделия, чтобы вы пустили слюну и обзавидовались, так скажем. Я на что хотела еще обратить внимание. Я когда следила за этой... Сейчас, конечно же, я ее называю девушка. Когда я вообще познакомилась с этой рукодельницей в инстаграме, я думала, что это женщина, которой лет, наверное, 50-60. Но я была очень удивлена, когда открыла... Вот здесь вот, где написан автор. Вот здесь вот я открывала. Посмотрите, какая это молодая девушка. Конечно же, японцы, китайцы выглядят очень хорошо. Но, тем не менее, ей никак даже не 40 лет. У нас совсем тут юная девчонка. Я в восторге от ее книг этих. Значит, первая книга у нее была вот по этим цветочкам, если я не ошибаюсь. Значит, цветы она вяжет очень натурально. Она вяжет цветочки из крючком 0,5. Вот. И выглядят они потрясающе. Единственное, что в этой книге практически все написано на... Я думала, что это японский язык. Но Google Переводчик лучше переводит на английском языке. Ой, не на английском, а на китайском языке. Более понятно, более адекватно. Вот. И какие-то моменты я уже посмотрела тут, как делается. Но суть в том, что в этой книге очень много фотографий. Очень много схем. Видите, тут сережки. Вот такие вот подвески она делает. Просто интерьеры для дома. Колечки. Ну, это потрясающая, конечно, техника. Вот сережки, пожалуйста. Хотелось мне заглянуть в закулисье. И посмотрите, как вот здесь вот мило смотрится. Это как роза из Красавицы и Чудовища. Вот такие вот брошки. Вот. Значит, так, еще тут есть брошечка. Вот эти вот нотки мне очень нравятся. Она там объясняет, как их вязать. Цветочки. Так. И дальше уже идет объяснение. И я хочу вам... Так. Дальше идет объяснение. И я хочу вам немножко показать. Вот так вот приоткрою чуть-чуть и покажу, что здесь очень много фотографий. Причем фотографий пошаговых. Поэтому вопросов с переводом даже не возникает. В принципе, по фотографиям можно... Тут не только фотографии, а вот еще есть и схем. Очень много схем. И вот таких схем. И просто обозначений, да. Очень много она расписывает. Поэтому то, что эта книга на японском языке, ничего страшного. Но я надеюсь, что когда-нибудь кто-то возьмется и переведет эти книги на русский язык. Вот. Потому что они того стоят. Здесь вторая книга. Идут животные и птицы. И... Ну, рыбашь это тоже животные, да, по-моему, класс. Биологию я забыла. Вот такая вот, посмотрите, альпака. Смешная. Вообще красота. Это птички, попугайчики разные. Вот здесь вот тоже. Здесь совмещена техника вышивки и вот эти вот цветочки. Цветочки она практически все вяжет из белого или светло-бежевого цвета. И потом их окрашивает специальными красителями. Смотрите. С красными глазками зайчик. Это она делает как брошки. Но эта техника просто потрясающая. Все. Дальше идет уже описание, что как делается. Тоже очень много объяснений, как что делать. Немножко вам так покажу. В общем, фотографий здесь очень много. Не обязательно знать или китайский, или японский язык. Для вдохновения. Просто даже вот эти вот первые страницы посмотреть, да. Вдохновиться. Как видите, здесь во второй книге меньше самих готовых изделий. Здесь больше представлено просто фотографий. Но здесь самая большая часть книги – это объяснение, как рисовать саму форму будущего зверька. Как вышивать, какие элементы здесь есть, что зачем пришивать, сколько элементов. В общем, все расписано подробно. Кстати, насчет инстаграма. Вот если вы название это введете, то в инстаграме вы найдете ее работы. И посмотрите другие ее работы потрясающие. Конечно, для вдохновения я вам советую подписаться на нее. Как мини-тюрист, это просто я в восторге от ее работы. Ну что ж, давайте теперь перенесемся. Я вам покажу лампу. Не буду я ее полностью собирать. Просто накрывать. Покажу свою старую лампу и свою новую лампу. Вы сами сравните размеры. Возможно, просто подключу ее, покажу, какое освещение она дает. Итак, мы переместились на диван. И вы перед собой видите две лампы. Сейчас будут трясущиеся руки. Сразу извиняюсь. Это на фоне пледа, который я вязала руками. Это Ализе Пуфи. Значит, моя старая лампа. Она 18 дюймов, по-моему, в размере. Ой, падает. Сейчас, секунду. Значит, посмотрите, насколько они отличаются по размерам. Я телефончик сюда не ставлю. Но, в принципе, можно ставить сюда телефончик и снимать здесь. Но так получается, что когда здесь стоит телефон, он достаточно большой. И цепляет здесь стеночки. Ну, не совсем удобно. Все-таки это лампа для моего телефона. У меня Redmi 5, по-моему, если я не ошибаюсь. И большеват телефон для этой лампы. Поэтому я телефон фиксирую на другую штуку. А вот эта лампа просто мне дает свет. Ну и, конечно, свет у этих двух ламп отличается. Я не знаю, насколько вам показать, как отличается свет. Потому что я не знаю, как вам подключить. И будет ли вам видно. Сейчас, подождите, попробую. Так, значит, вот эта лампа, которая маленькая. Ее можно подключить только к USB. В принципе, к USB можно подключить и от розетки. Но она очень сильно греется. Обычно я от компьютера подключаю. И, значит, свет ее... Вот пульсик включается. Свет у нее вот такой вот. Это, по-моему, максимальный свет у нее. Да, это максимальный. Теперь я сейчас включу вот эту лампу. И, конечно, свет у нее намного ярче. У нее затрагиваются... Вот здесь вот эта вот стенка у нее есть. У той лампы нет. Мы потом... Я свет выключу и покажу вам. Так. Я нечаянно нажала. Тут сенсорная. Значит, здесь у нас идет... Желтый. О, вот такой вот желтый. Смотрите, а тут несколько режимов. Более тусклый. Желтый поярче. Совсем желтый. Вот такой свет мне больше всего нравится. И, конечно же, можно регулировать яркость. Причем, как видите, я много раз нажимаю, пока она не станет тусклой. Вот сейчас... Нет. Сейчас я вам скажу, на каком уровне они светят одинаково. Ну, вот, наверное, вот так они сейчас светят одинаково. Но при этом эту лампу еще... Ой. Тут можно было добавить еще максимального освещения. В общем, что касается вот этой лампы, у нее тоже есть нога. Я просто не подключала. Она вот в такой огромной коробке. Я еле вчера дотащила. Хорошо, что она легкая. И здесь... Давайте я ее выключу. Есть для телефона вот такой вот кронштейн. Я думала, что это... Он просто фиксируется так. Но там сделана то ли проволока, то ли что. И телефончик можно вот так наклонять. Единственное, что мне не нравится, какой-то он такой, знаете, хлипенький. Но в этом плане ничего страшного. Если что, я поменяю. Поставлю от этой лампы. Поставлю сюда. Вот. По поводу вот этого кантика. То, что я вам хотела сказать. Сейчас выключу. Посмотрите. Здесь сбоку лампа. Видите, она черная. И потом просто вот здесь вот такое кольцо. А вот у этой лампы она, получается, светит еще и сбоку. Как с внешней стороны, так и с внутренней стороны. За счет этого она дает больше света. Эта лампа большая подключается от розетки. Соответственно, мощность у нее намного больше, чем у этой лампы, которая светит от USB. Ну, это, по-моему, и так понятно, что от USB напряжение идет меньше. Что еще по этой лампе сказать? Значит, эта лампа настолько ярко светит, что вот если вы подписаны в инстаграме на Настю Нансиупс, она показывала, по-моему, в своем инстаграме она показывала, ни на каком, ни на курсе. Да, в своем инстаграме она новогодние игрушки показывала, когда еще елочки стояли. Она покупала такую лампу, и она выключала вечером свет в комнате полностью. И было освещение такой лампы. И фотографии получаются, как при дневном освещении. Единственное, что она для этой лампы еще ставила дополнительно рассеиватель, которые ко мне тоже идут, большие рассеиватели. Вот, и использовала вот такую вот лампу. В общем, этой лампой я очень-очень-очень сильно довольна. Это будет у меня теперь рабочая лошадка. Возможно, я сейчас поменяю вот эти вот кронштейны, и уже вам новые съемки буду делать с этой лампой, потому что она очень классная. Та лампа у меня будет дополнительно, просто будет она на всякий случай, если мне нужен будет дополнительный свет. Например, когда я буду снимать себя, эту лампу я буду ставить спереди, перед собой, а ту лампу буду ставить за собой. Когда ставишь лампу за собой, то есть, чтобы она светила мне в затылок, то тогда, получается, подсвечиваются волосы, и кадр такой становится более яркий. Я стою освещенная со всех сторон, и картинка, я надеюсь, будет намного лучше. Вот, в кадр я тоже собираюсь возвращаться, поэтому не волнуйтесь. Ой, включила ее снова. Да что же это такое? Вот. В общем, покупкой я очень довольна. Еще раз повторюсь. А, кстати, пришла она у меня в двух посылках. Одна посылка была лампа, и вторая посылка это была тренога. Тренога достаточно такая мощная, хорошая. Вот. Вопросов у меня к ней тоже никаких нет. Вот такие вот дела. Лампой, еще раз повторюсь, я довольна. Всеми посылками, покупками я очень сильно довольна. Очень рада, что все дошло. Шло это очень долго. Заказывала я, наверное, в начале января, и в конце января, до всех этих коронавирусов, но потом, как это все случилось, посылки затормозились. Непонятно где, то ли у нас здесь в Беларуси на таможне, то ли на самой почте. В итоге некоторые посылки шли по три месяца, некоторые даже больше. Но я счастлива, что они дошли, и все хорошо. Еще идут сейчас другие посылочки, потихоньку доходят. И это здорово, то что они все-таки приходят. В конечном итоге я перестала китайцам писать гневные сообщения. Ну, я даже им не писала гневные сообщения, просто я боялась, что посылки мои потерялись, если их не было через два месяца. Но сейчас я понимаю, что белорусская почта просто плохо обрабатывает эти все посылки, и поэтому посылки приходят позже. Китайцы здесь не виноваты, поэтому если у меня отмечается, что посылка доставлена, я ничего не пишу, просто не пишу отзыв никакой. Вот. Если потом возникнут какие-то вопросы, я смогу им написать, что посылка не дошла. Я думаю, что 3-4 месяца вполне можно подождать, где-то посылка, возможно, затерялась. Все ссылочки на все товары, которые я приобрела на Алиэкспресс, я вам оставлю в инфобоксе, именно на тех магазинах, в которых я покупала. Вот. Поэтому проходите, если вас что-то интересует, смотрите. Подскажите мне, как мне использовать вот эту косметичку, которая не с Алиэкспресс была приобретена. Может, у вас появятся какие-то идеи для рукоделия, что-то использовать. Но я пойду и спробую вакуумный пакет, чтобы потом вам рассказать. На этом я буду заканчивать. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Мне будет очень приятно. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы какие-то. Если у вас появились, мы увидимся с вами очень-очень скоро. До новых встреч и пока-пока. Пока. Вот такое вот освещение получается. Я надеюсь, что я сейчас вставлю рядом картинку с освещением от второй лампы. Сейчас я вот большую эту лампу подключила. И посмотрите, какое потрясающее освещение. Как будто я сейчас на улице снимаю. И все настолько ярко. Вообще здорово. В общем, лампа очень классная. Да, она стоит очень много денег. Но она стоит своих денег на 100%. Я сейчас поставила ее на штатив. Хорошо она стоит на штативе. Вот. Единственное, телефон сейчас у меня в руках, потому что разрядился. И он на зарядке. Вот так вот лампа у меня сейчас стоит. Раньше у меня телефон был вот здесь вот стоял. Сейчас, возможно, я буду делать телефон вот так вот. Вот. Статив достаточно крепко стоит. Я его пошире поставила, чтобы он никуда не опрокинулся. И вот так вот лампа светит. Светит очень классно. Можно поставить другое освещение. Это вот тусклое. Это желтое. И совсем желтое сейчас будет. Да. Вот совсем желтый свет. Но мне такой свет не нравится. Мне от него болят глаза. Я люблю вот такое вот освещение. Сразу не хочется не спать. Хочется что-то делать. На этом пойду что-нибудь делать. Действительно.